21 июня отмечается Международный день селфи. Традиции праздника не отличаются особой оригинальностью. Пользователи активно выкладывают в сеть собственные фото с захватывающими духа, поражающими воображение сюжетами. Еще одной проблемой, поднимаемой в этот день, является чрезмерная зависимость человека от социальных сетей. В чем причина этого явления, разбиралась наша съемочная группа. Вика и дня не может прожить без красивых фотографий. Да и как не сделать селфи, когда на улице такая прекрасная погода, а ты в нарядном платье. Да и памятник Михаилу Кругу пришелся к месту. Теперь в соцсетях точно не будет отбоя от лайков. Но одно дело, когда фото действительно уместно, а другое, когда человек готов снимать каждый свой шаг. Мы решили спросить у Виктории и у прогуливающихся тверичан, как часто они снимают себя любимых на камеру. На память надеги иногда нет. И хочется все-таки как-то сохранять память в фотографиях. И тем более селфи мне кажутся более живыми, более душевными. Я раньше достаточно часто делала селфи. Сейчас гораздо реже. И стараюсь просто запечатлеть самые такие важные и значимые моменты. Или просто сделать фотографию, когда у меня хорошее настроение. Фотография, конечно, часто. Раз мы куда-то едем, естественно, мы по всему городу, вот сегодня, в данный момент, в Тверь, мы постараемся в три дня обойти все достопримечательности и везде оставить, запечатлеть на фотографии. На самом деле селфи является отличным вариантом, если ты гуляешь в интересном месте один. Гораздо безопаснее сфотографировать себя самому, нежели вручать телефон незнакомцу. К тому же порой это даже удобнее. Сейчас сделать собственное фото гораздо легче, чем за всю историю современной фотографии. Поэтому у людей ежеминутно возникает саблант запечатлеть себя на память для потомков. Да вот, кстати, еще один любитель селфи. Однако, несмотря на все удобство съемок подобного рода, уместно будет упомянуть и о том, что пока любители селфи собирают поклонников в интернете, психологи уже говорят о зависимости. Ведь зачастую человек выкладывает себя в том образе, который хочет видеть сам. И, увы, эта маска не всегда соответствует действительности. Хотя многих это и не волнует, ведь главное признание других пользователей. Ведь это же очень простой способ получить вот хорошо, вот в обычной жизни, вот там с вами, вот в реальности, да, надо что-то приличное сделать, надо что-то такое вот сотворить, да, надо что-то создать, чтобы вот нас похвалили, и мы ощутили радость. А здесь вот ты просто улыбаешься красиво, выглядишь хорошо там, вот, пофотошопишь себя, может быть, еще, да, и тебе говорят, молодец, молодец, молодец. Бороться с такой проблемой, на первый взгляд, легко. Достаточно просто не заходить в социальные сети на протяжении трех дней. Но, увы, не все выдерживают это испытание. В таком случае придется ставить себе жесткие рамки и стараться сдерживать желание нажать на кнопку камеры в телефоне. Но в первую очередь все-таки нужно расставить для себя приоритеты. Хотите ли вы оказаться значимым в соцсетях и продолжать делать бессмысленные фото в погоне за одобрением общества? Или действительно делать что-то хорошее в жизни? Продолжение следует...